Привет народ, добро пожаловать в новую серию по спаржи Села сейчас в DLNX, надеюсь она сегодня продаться Потому что уже попросту горят сроки И нужно забирать двери с разборки на 11, которые я забронировал еще недели полторы назад И ехать за дисками для 11 Но сегодня уже вроде как точно 100% приедет человек и заберет ее Это уже его дело Звонили просто вчера еще школьники из Екатеринбурга Пряморали в трубку, что мы забираем Я звонил еще, переспрашиваю, вы точно приедете, устраивает ли вас все Потому что описания, фотографии все были информативные И плюсом я еще им рассказал В итоге проходит 2 часа, они даже так и не приехали И не позвонили, не предупредили То есть некоторые в основном покупатели полные и неадекваты И тупо малолетки Сейчас двигаю на работу, а после работы за дверьми В общем, свершилось чудо Продал я наконец-то DLNX Сейчас я нахожусь уже на разборке Забрал двери на 11 в хорошем состоянии Влезло только 2 задних Ну, переднюю я уже увозил В водительскую, а пассажирскую еще оставлю Приеду за ней в понедельник Также забрал накладки Ну, на задние стекла, чтобы свои не красить Там другие сломанные Забрал сразу готовые, нормальные И центральный воздуховод, чтобы сделать под него планшет туда, внутрь А завтра, конечно же, будет самое интересное Выдвигаюсь в Екатеринбург за своими новыми дисками И вот ждал только продажу Nexia Чтобы наконец-то поехать их и забрать К сожалению, они будут в черном глянце просто, наверное, в этом году Но я еще не знаю Посмотрим, что можно будет решить с центрами Ну, пока главное За ними завтра съездить уже Наконец-то успеть Потому что сейчас в ночь у нас собираются кое-какие дела И когда мы еще завтра проснемся, неизвестно Но, надеюсь, рано и успеем съездить в Екатеринбург Наконец-то свершилось Вернулся я только что домой с дисками Сразу оставил два диска в машине Сейчас схожу еще за резиной Чтобы завтра сразу одеть И можно будет ехать на неделе, примерять на спаржу Вот такие вот красотули получились Ну, сейчас поднимусь домой в комнату Покажу оставшиеся два диска То есть сразу вот так вот можно сделать Это вот такая вот полка Ну, в принципе, думаю, резина должна будет спокойно одеться И также я приобрел необычный ниппеля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дает мне ее с тобой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 они у меня так вот стояли просто то что внутренние вот этому короче это вестовские новые диски купил у них центр перевернули и получается вот эта задняя часть мы ее увеличили так мы сделали чтобы полка была как можно больше и ровнее но без резина сказали все хорошо получилось неплохо 1550 нет нет пока в общем случилось то чего боялся больше всего то есть проблема оказалась вентилях они попросту до конца не прожимаются потому что у них слишком длинная резьба ну я так и понял что они будут больше рассчитаны под литой диск нежели чем под штамповку поэтому сейчас пойду покупать другие вентиля в грузовой магазин пробовать искать они вот попросту переломился пополам и и если даже затягиваешь чуть-чуть его нагибаешь он пропускает по резинке ну в принципе ладно хоть купил их по 90 рублей они по 140 заказывал сайта так бы тут и ждал бы заплатил бы больше и в итоге вот наткнулся бы на такую же шляпу скорее всего только завтра смогу приехать с ними потому что мне сейчас надо ехать на работу уже вечером я еду на разборку забираю оставшуюся пассажирскую переднюю правую дверь и потом еду к славе там поставим посмотрим заодно что он там сделал он же как скинул мне фотку покрылся эпоксидником помешаем краску который будем покрывать днище но заберу оставшись старые свои две двери и все наверное потом поеду домой приехал сейчас на разборку забрал пассажирскую дверь вот тут она конечно тоже немножко спучилась пушов чеку но этого много лучше чем у меня сейчас данный момент потому что мои двери же как бы немножко и подшпаклеваны и закрашены раптором испорчены плюсом тут уже ржавчина тут тоже все 300 разогнулась эта дверь в принципе как бы ну в хорошем состоянии только шум какая-то непонятно колхозная вот кто не понял снималась она вот такой вот 11 не с ничего понятное дело но точно такое же такой же фирмы ну какой-то частной компании либо чего вот привезли правом целую и разбирали вот двери с нее правда они и задняя показывал вот в таком состоянии то что наклейки сдирали вот как-то вы царапали ножом он в принципе ладно надеюсь не до грунта не глубоко чтоб можно было просто замотовать и спокойно их покрасить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По шиномонтажу... Купить вентиля на диске... Были там вот такого плана... Напоминаю... Мои 90 градусов, которые сломались... И вот такие... Типа новые... С маленьким углом... Других не было... Стоят они по 75 рублей... Ну, чуть подешевле... В принципе, я уже вижу, что как бы они... Ну, должны подойти... По посадочному месту... И лучше будут прижиматься... Но по углу... Как бы фиг его знает... Скорее всего, конечно же... Лучше было бы 90 градусов в идеале... Ну, а так это у нас получается... Наверное, где-то 45... Что ли, градусов... Ну, сейчас поеду... Вот тогда в шинку... К дискам... Будем... Пробовать... Поставим... Купил я два... Не стал брать четыре... Если все нормально будет... И удобно будет накачивать... И будут они держать... А вот эти длинные ниппеля... Они получаются... Ну, пропускали по резинкам... То потом докуплю... Остальные такие... А другого... Как бы пока... Нету варианта вообще... Абсолютно... Иначе только искать в интернете... Заказывать какие-то... Ну, там тоже не факт, что будет... Про все хорошо... В общем, забрал я диски... Поставили мы ниппеля... Конечно, немножко неудобно... Но уж лучше, чем ничего... Да, в принципе, аккуратно смотрится... Вот у нас по итогу... Вот такая вот полка... В принципе... Вроде как... То, что и хотел... Но еще... Сегодня, думаю... Впереди у нас примерка... Ну, хотя... Может, даже и не сегодня... Но в любом случае... Сегодня к спаржи их отвезу... Вот... Резина села хорошо... Вот... Еще надо докупить два баллона... Уже нашел в Екатеринбурге... Но пока вообще денег и времени на них нету... Вот... Самое главное, чтобы... Я их поставил... И у меня осталась прежняя фитуха с вылетом... То есть, ну, вроде по расчетам... Все так и должно было получиться... Даже с небольшим плюсом... Чтобы добавить немножко развала... В общем, народ... Как вы поняли... Не стал я в середине ролика вставлять видео... Как я обозреваю свои новые диски... Поэтому решил оставить их на конец... Надеюсь, вы досмотрите до конца... И поймете, собственно... Для чего и почему... Я сделал эти диски... Ладно, приступим... Расскажу вам, в принципе, быстренько... Значит... Это у нас... Новые диски от Lada Vesta... Выпустились... Эти диски... То есть, штамповки сами... В конце 2019 года... Примерно... В сентябре, по-моему... Они начали продаваться... Либо в ноябре... Уже в интернет-магазинах... Они были точно... Как раз... В ноябре... Где-то под конец ноября... Я их уже и, собственно... Заказал... Сами новые диски... Потому что продал свои старые... Обошлись мне... Сами диски новые... То есть, штампы... Отвесты... С магазина... Нашел я, кстати, их на Авито... За, по-моему... 6400... Все 4 диска новых в коробке... Вот... И, собственно... Сразу прямиком... Я их отправил в Екатеринбург... На разварку... Предварительно... Списавшись... Договорившись с человеком... И... Также ездил на примерку... После того... Как... Диски приехали туда... И сразу же... Приступили к работе... Соответственно... Разболтовка здесь уже идет... 4х100... Центральное отверстие... Такое же... Десяточное... Приорочное... Ну... От любого переднеприводного ваза... Соответственно... Встает... Болт-он... Я уже... Как бы... Себя примерял... Когда ездил на примерку... В общем... Шириной... Разварены... Они... Так же... До 9,5... Как у меня были изначально... Только... Поменялось... Вылет... Ну... В общем... А как сам диск-то изготавливался... Он изготавливался... Методом перевертыша... То есть... Вырезался... Центр полостью... И... Приваривался... На штатные места... Ну... Только в перевернутом состоянии... К полке... То есть... Вот эта часть... Это лицевая часть... Прошлого штампа... А соответственно... Нынешняя полка... Это... Иннер... Штампованного диска... Да... И... Соответственно... Получилось так... Что само отверстие... Под... Нипель... У меня... С внутренней стороны... То есть... Когда у обычного штампа... Оно с внешней... В принципе... Как сейчас все работает... На остальных двух дисках... Которые у меня уже одеты... Меня все устраивает... На эти диски... Я пока не стал одевать резину... Потому что у меня дупо... Банально нету... Хочу эти два диска... Вот... Которые у меня сейчас лежат... Пока дома... Отправить их в покраску... Чтобы... С внутренней стороны... Попробовали покрасить... Автомобильной краской... Ну... Металликом... В цвет кузова... В общем... В принципе... Это все... Все... Что хотел рассказать... Особо тут... Ну... Рассказывать-то нечего... В принципе... Что... В основное... Это... Это... Новые вестовские... Диски... Диски... Штампы... Просто... Перевернуты... И разварены... Пока... Это... Наверное... Считаю... Самые широкие... Вестовские... Штамповки... Которые только есть в России... Потому что... Я... Ну... Видел... Конечно... Разварки... Уже... От вестовских... Дисков... Точнее... Штамповок... Но... Там... Они такие... Унылые... Страшные... Все... У меня... Пока... Считаю... Самые красивые... Самые широкие... Но... Только... Вестовские... Там... Никакие... Не опелевские... Не реношные... А... Потому что вестовские они, во-первых, новые и стоят в два раза дешевле, чем реношные. Отличаются, кстати, вестовские от реношных и от опелевских рисунком. А толщина металла, швина, все это абсолютно одинаковое. Ну и с соответственно разболтовкой. Только у реношных дисков разболтовка такая же, только по настральному отверстию под ступицу я не уверен. Но думаю, когда я их покрашу в зеленый цвет, то есть в ярко выраженный, отделю их от полки, а полка будет уже более ярко выраженная, будет казаться, что она глубже. И соответственно центр сам тоже прорежиссуется, будет все видно. А сейчас в данном случае все черное, все сливается. В принципе в планах, как я и говорил, покрасить у меня центр в цвет кузова, а полку я хочу попробовать сделать вот такой принт под карбон. Конечно, очень дорого будет это все дело стоить, но зато будут самые, можно сказать, эксклюзивные разварки. Хотел я вообще, в принципе, изначально сделать кастомные центра. И опять же, самая главная цель была избавиться от 4-х сантиметровых проставок. То есть вообще от любых только проставок, каких только можно. Чтобы я свой широкий диск не изменяя вылета, то есть вот под расширение, как у меня были колеса, а также чтобы и осталось, только не было проставок. Вот и вся, в принципе, причина замены дисков. И тут под руку как раз вот прям вот только свежеиспеченные диски от Весты подошли. Ну, точнее, вышли в продажу. И вот сразу я их и купил. Грубо говоря, поменялся на те старые диски, потому что я их продал. И за ту же цену купил новый и разварил уже. Ну, там доплатил 3 тысячи. Да, еще они не окрашены, но тут окраска будет уже не тупо порошковая. Ну, как сейчас в данный момент. И на тех было просто в два цвета. А уже более такая кастомная, интересная. То есть с аквапринтом, с использованием и автомобильной краски в центре. Ну, в общем, так. В согнутом состоянии. Готов я с вами уже попрощаться. Смотрите следующую серию обязательно. Она будет уже, думаю, на следующей неделе. Потому что завтра я уже еду и забираю 11-ю. И сразу же буду ковыряться с нее в гараже. А для вас у меня есть что показать. И это очень крупно и интересно. А также, соответственно, я примерю свои диски. Ну, все. Поставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Заходите в группу. Можете добавляться за друзья. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все. Всем до встречи. И увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok